Россия в лице там ГРУ, ФСБ, всяких хакеров и так далее Берни Сандерса поддерживает Все равно его Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев там и прочие эти мудозвоны Все равно они его представят абсолютным чудовищем Никакого там нет ни марксизма, ни ленинизма даже, ни даже брежневизма Это все гораздо, гораздо хуже, ребята Привет, привет, друзья, это дядя Тема и свои хижины Поговорим сейчас, что у нас случается, ну не так уж часто, про американские дела Вы, возможно, слышали, что в этом году, в ноябре месяце, в Америке состоятся президентские выборы От республиканской партии будет баллотироваться нынешний президент Дональд Трамп А вот кто будет баллотироваться от демократической партии, до сих пор неизвестно По этому поводу проходят там так называемые кокусы, а также праймарис То есть всякие предварительные выборы, где разные кандидаты меряются друг с другом силами, поддержками, рейтингами и так далее Этих кандидатов на данный момент, ну, основных где-то примерно человек пять Имеется бывший вице-президент при Бараке Обаме Джо Байден Имеется дама левых убеждений по имени Элизабет Уаррен Имеется молодой довольно парень из штата Индиана Мэр, причем даже не столичного города, по имени Пит Бутиджич Имеется Майкл Блумберг, такой self-made миллиардер В прошлом мэр города Нью-Йорка И владелец очень известного делового телевизионного ресурса Bloomberg TV И пятый, это Берни Сандерс Берни Сандерс, который уже, причем даже не один раз участвовал в этих самых праймерис в президентских гонках Последний раз это было четыре года тому назад Когда он, в общем-то, почти на равных боролся за выдвижение демократической партии с Хилари Клинтон Которая, правда, в итоге победила, а потом на выборах проиграла И вот, значит, в этот раз он тоже, он тоже баллотируется Хотя он, в общем-то, довольно пожилой человек То есть ему уже под 80 лет Он из моего любимого штата Вермонт В котором я бываю довольно часто и провожу довольно много времени Поскольку обучаю там студентов-аспирантов И он, по убеждениям, он очень левый То есть практически он, нет, ну не коммунист, конечно Хотя Трамп его там, чтобы запугать народ, называет коммунистом Но он социалист Он социалист, он социал-демократ Что, в общем-то, для кандидатов в президенты США не очень характерно Пожалуй, таких левых кандидатов я у них даже и не припомню в обозримом прошлом При этом надо сказать, что Берни Сандерс Это один из лидеров этой гонки То есть пока что, можно сказать, он вообще находится даже на первом месте Прошли вот эти самые кокусы в Неваде Где он опередил второго Джо Байдена буквально в два раза Значит, с Берни Сандерсом, естественно, связаны Ну, скажем так, с Берни Сандерсом и его нехарактерной левизной Связаны некоторые серьезные вопросы В частности, как Берни Сандерс относится к Владимиру Путину и нынешнему российскому режиму Надо сказать, что некоторые косвенные признаки Хотя Сандерс так вот прямо и непосредственно по этому поводу почти не высказывался Но по некоторым косвенным признакам можно было предположить Что относится Сандерс к путинскому режиму достаточно лояльно, скажем так В частности, худшее, пожалуй, что можно Сандерсу предъявить Это то, что он не голосовал за закон о списке Магнитского Почему он это сделал, я не знаю Но то, что он это не сделал Это, конечно, ну, на мой взгляд, это необъяснимо и совсем нехорошо Ну, а российскому истеблишменту, естественно, это все очень даже по кайфу Потому что мало какие вещи так давят на мозоли Путину и компании, как список Магнитского Ну и, соответственно, были в Америке высказаны некоторые предположения Что Россия в лице, там, ГРУ, ФСБ, всяких хакеров и так далее Берни Сандерса поддерживает Ну, в общем-то, доказательств этих предположений пока нет Сам Берни Сандерс это дело, естественно, опровергает Потом, я совершенно уверен Сандерс вообще производит впечатление очень честного человека Собственно говоря, если бы он не был честным человеком То, я думаю, столько лет, то есть уже десятки лет Он бы в Америке, конечно, не продержался бы в качестве успешного и, главное, популярного в народе политика Так вот, думаю, что даже если ГРУ Берни поддерживает То они делают сто процентов без его ведома И, может быть, даже вопреки его потаённым желаниям Услышав об этих обвинениях, Берни наконец-то прямо и нелицеприятно высказался о Путине Он сказал, что никакой ему Путин не друг Это, естественно, кивок в сторону Дональда Трампа Который как-то очень так по-братски, по-дружески о Путине отзывался еще некоторое время тому назад Что Путин ему не друг, что Путин автократ, что Путин подавляет демократические движения в России В общем, короче говоря, Берни полностью открестился от какой-либо симпатии к Владимиру Путину и возглавляемому им режиму Что, конечно, очень хорошо Но имеются с одной стороны декларации, а с другой стороны какие-то реальные вещи И вот тут вот повод для серьезного разговора Дала публикация в английской газете Guardian Написанная двумя профессорами Один американский, второй, по-моему, европейский Значит, такая явно про-сандеровская публикация В которой говорится о том, что вопреки тому, что многие считают, что Сандерс очень полезен и хорош для России На самом деле это совсем не так Приводятся, значит, три пункта Значит, три основы вообще всей путинской политики Основа номер один Экспорт нефти и газа То есть то, откуда, собственно, берутся все эти миллиарды и триллионы у российской клептократии Которые помогают им вершить их делишки Ну, не говоря уже о том, что вершить собственное благополучие Значит, авторы статьи пишут Что Берни Сандерс вот по этой самой нефтегазовой истории Наносит смертельный удар Почему? А потому что Берни, разумеется, зеленый Он стоит за всяческие зеленые альтернативы Вот всем этим углеводородам и так далее Электромобиле и вообще такая глобальная зеленая доктрина Которая, естественно, выбивает почву из-под ног Вот всем этим злостным торговцам нефтью и газом Что тут можно сказать? Можно сказать, что, в общем-то, боюсь, что я эту точку зрения не поддерживаю По одной простой причине Да, Берни зеленый Да, он стоит за то, чтобы отказаться от всей этой нефтегазовой гадости Но, как было написано у Вильяма нашего Шекспира Пока травка подрастет Коровка или лошадка, не помню уже, кто у него там был из четвероногих Лошадка с голоду помрет То есть пока будет осуществляться эта долгоиграющая глобальная зеленая доктрина Имени Берни Сандерса В общем-то, я думаю, займет она столько времени, что хватит на жизни Путина и его преемника и бог знает кого еще И в этом смысле, как-то не прискорбно Но я считаю гораздо более реалистичной политику, прости господи, Дональда Трампа Который просто, тупо, протекционистски блюдет американские интересы Хочет, чтобы экспортировалось как можно больше американской нефти и американского сжиженного газа Соответственно, рубит там все эти северные потоки и так далее Навязывает Европе и прочим странам американский экспорт И, в общем-то, это бьет, конечно, здесь и сейчас И весьма эффективно, более эффективно, боюсь, чем идеалистические прожекты Берни Сандерса Пункт второй этой самой статьи Соответственно, второй слон, на котором держится режим Путина Это, ну, собственно, воровство, коррупция, клептократия Которая в огромной степени, разумеется, основана на том Что все эти миллиарды чертовы Что они из России отправляются на Запад Действительно, что этим деньгам делать в России? Делать им нечего Население терпит Города рушатся Заводы стоят Дороги не строятся Прочее и прочее Зато, зато пухнут счета в офшорах, на Карибах, в швейцарских банках и прочее, и прочее И, разумеется, циничные западные банкиры С огромной радостью и благодарностью Все эти ворованные клептократические деньги из России принимают Это так? Да, это так И надо сказать, что на самом деле В данном случае Берни Сандерс Может нанести очень серьезный удар По этой воровской системе Потому что Один из важнейших пунктов его программы Это как раз вот санация всех этих коррупционных схем Проверка банков Выметание из них в ворованных денег и прочее, и прочее Это все тоже Берни Сандерс собирается сделать И вот тут Тут я с авторами статьи полностью согласен Это наносит сильнейший удар По нынешнему российскому устройству Так что тут ставим галочку Третий пункт Значит и третий слон По мнению авторов Это российская пропаганда Российская пропаганда Оболванивание народа В самой России в первую очередь Которая заставляет его, значит, подвякивать Всякой путинской агрессии Национализму и прочей ереси Пропаганда, на которую опять же тратится Очень много денег И которая в первую очередь По мнению авторов статьи Строится на ксенофобию То есть на ненависти россиян Ко всему западному, иностранному В первую очередь, естественно К Америке и ко всему американскому И в чем тут аргумент авторов Почему они считают, что тут Берни нанесет Поэтому какой-то смертельный удар Потому что они считают, что Берни, он такой милый Он такой дружелюбный В отличие от Трампа Он не какой-то там агрессивный, значит, наглый тип А он как бы и к русским относится хорошо И вообще, что он построит такой очень дружелюбный Милый образ Америки И что вот русские люди Они этому образу поверят И перестанут Америку ненавидеть Таким образом, соответственно Вся путинская, антиамериканская Вот вся эта националистическая Ксенофобская пропаганда Не сработает Ну, на мой взгляд, это очень наивно Очень наивно Во-первых, пропаганда российская Врет сколько угодно И какой бы на самом деле белый, пушистый, нежный и прекрасный Берни Сандерс не был Все равно его Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев там И прочие эти мудозвоны Все равно они его представят абсолютным чудовищем То есть, в худшем случае чудовищем В лучшем случае просто полным мудаком Которого мы можем легко съесть и переварить Не думаю, в общем, что присутствие Берни Сандерса Хоть как-то скажется На крахе Путинской российской пропаганды Вот, собственно, вот такое Вот положение дел На мой взгляд, с Берни Сандерсом Естественно В случае противостояния Трамп против Сандерса Естественно Я буду на стороне Берни Сандерса Несомненно Вот, хотя Хотя, скажу честно Что, в общем-то Слабость Такое вот То, что называется По-английски Soft spot, да Мягкая точка У западных левых В отношении России Мне совершенно Совершенно абсолютно Непонятно То есть, я еще могу понять Европейских левых Почему они готовы терпеть И даже приветствовать Путина И его режим Это, в первую очередь Основано на Антиамериканизме Европейские левые В первую очередь Ненавидят Америку Во вторую очередь Они уже готовы Там как-то Относиться Ко всем остальным В том числе К России И если они видят В России Врага Америки То они готовы Многое простить Российскому режиму И лично Владимиру Путину За то, что он Раздражает Или там как-то Противостоит Как они считают Америке Но вот у Американских левых Откуда берутся Симпатии к России Я понять Просто не могу Потому что Россия Это ультраправая Страна То есть, вот Глядя на нее С левых позиций Можно сказать Что Россия Это ультраправая Фактически Фашистская страна В которой Левого нет Вообще Ничего Все левое Там осталось В далеком Прошлом Да и то Что это было За левое Что сталинизм Это что ли Левое течение Сталинизм Это Ну это ужас Это Это монархия Опять же Это тот же Фашизм Нацизм И так далее Ничего левого Особого Кроме лозунгов Естественно В сталинизме Нет В общем Ситуация На мой взгляд Абсолютно Иррациональная Я бы очень хотел Чтобы американские Левые Прониклись Б этим ощущением Нечего им Ловить С Путиным И с Россией Никакого Там нет Ни марксизма Ни ленинизма Даже Ни даже Брежневизма Это все Гораздо Гораздо хуже Ребята Имейте ввиду Пожалуйста Это был Дядя Тема Про Америку Из своей Хижины Вы смотрите АРУ ТВ АРУ ТВ АРУ ТВ АРУ ТВ АРУ ТВ АРУ ТВ АРУ ТВ